Севраевская бурля Севраевская буржуазно-демократическая революция потребовала от социалистических партий изменений в стратегии и тактике. Посмотрите, бывшие нелегалы впервые вышли на широкую политическую арену, стали легальными политическими партиями в свободной России. А эсеры и меньшевики наряду с кадетами еще и правящими партиями. Несмотря на тяжелое положение, в котором находилась эсеровская партия в связи с постоянными преследованиями самодержавия, эсеры приняли активнейшее участие в революционных событиях. Да, они не являлись лидерами февральской революции, да, собственно, одного политического лидера у февраля и не было, об этом мы уже с вами говорили. Они активно участвовали в революционных событиях. Действуя вместе с большевиками и меньшевиками, эсеры организовывали выступления рабочих, крестьян. И самое главное, участвовали в организации органов новой власти, советов. Советов рабочих, крестьянских, казачьих, батратских и крестьянских депутатов. Самое активное участие приняли эсеры и в выборах Петроградского совета и его исполкома. Надо сказать, что в состав исполкома Петросовета вошли руководители эсеров Зинзинов, Русинов и другие. Именно тогда началось восхождение на политический олимп бывшего трудовика, а ныне правоверного эсера Александра Федоровича Керенского. Он был избран товарищем, то есть заместителем председателя Петросовета и одновременно стал министром юстиции во временном правительстве. Вот именно сейчас таким образом был сделан первый шаг к союзу эсеров и кадетов. В период революционных событий началось организационное укрепление партии социалистов-революционеров. Как лидеры эсеровские, так и рядовые члены партии понимали, что история наложила на них серьезную ответственность. Вот теперь, в феврале, они должны оправдать свое название социалисты-революционеры, оправдать имидж защитников трудового народа. А без структуры, без организации, без четко означенной политической линии это сделать было невозможно. В России за миграцией и ссылки вернулись лидеры эсеровской партии Чернов, Аксентьев, ГОЦ и многие-многие другие. Возрождение местных организаций, увеличение их численности шло в нескольких направлениях. Во-первых, к легальной политической деятельности приступили сохранившиеся нелегальные организации. Их было немного, но все-таки они были. Во-вторых, возвращались в партию так называемые бывшие эсеры, то есть те, кто покинули партию в межреволюционный период. Кто-то устав, кто-то разочаровавшись, вот они вернулись в партию, в своей организации. И, наконец, появились новые, так называемые мартовские эсеры, пришедшие в политику в результате бурных революционных событий. Вот мартовские эсеры, они после февраля и составили основу быстрорастущей партии социалистов-революционеров. Процессом возрождения организационной структуры партии руководили сразу несколько органов. Во-первых, это два комитета, избранные Петроградской и Московской конференции эсеров весной 1917 года. И временное организационное бюро, которое было создано несколько раньше по инициативе рядовых членов партии. Вот этими органами было принято обращение, в котором обосновывалось необходимость скорейшего восстановления партийных коллективов, объединение их на единой политической платформе и подготовка к проведению общепартийного съезда. В этом обращении предложена программа восстановления, возрождения эсеровской партии. И там есть интересные такие слова, которые в полной мере отражают, объясняют события, происходившие в партии в то время. Вот в обращении сказано, во всех коллективах идет лихорадочная работа по возрождению партий. Лихорадочная работа. Эсеры по темпам роста весной 1917 года обогнали все политические партии. Активная революционная работа, печатная устная агитация, лозунги, которые отвечали требованиям восставшего народа, а также орел непримиримых борцов с царизмом, готовых на любые жертвы во имя народного блага, сделал эсеров крайне привлекательными в глазах российских граждан, многие из которых впервые вступили на путь активной политической борьбы. В конце мая 1917 года партия насчитывала по разным источникам. От 500 до 700 членов партии. Первая цифра приведена в работе Леонида Михайловича Спирина, вторая в работе Ханана Марковича Астрахана. Об этих историках я еще буду говорить. Вот это расхождение 500 до 700 членов партии объяснимо. Во-первых, не все партийные коллективы эсеров ввели подсчет своих членов по одной схеме, по одной системе. Ведь вступление в партию эсеров и выход из нее был совершенно не затруднен. И не было определенного времени, которому нужно было подавать сведения о численности партии в Центральный комитет. Это первая причина. А вторая причина объясняется тем, что само определение, кто мог быть членом партии эсеровской, и кто является членом партии эсеровской, вообще давно не было. Поэтому численность партии вот так и колебалась. Но тем не менее, и участники событий 1917 года, и последующие поколения историков сходятся в одном. По своей численности эсеровская партия превосходила все политические партии того времени. Восстановление партии было завершено на третьем съезде, конец мая, начало июня 1917 года. Здесь был избран Центральный комитет в составе 20 человек, и выработана политическая позиция по всем основным вопросам. Вопрос о власти, о войне, об аграрных отношениях, рабочий вопрос, национальный вопрос и так далее. Важнейшее место в этой программе занимала проблема перспектив революции в России. В отличие от кадетов, эсеры считали, что революция февральская не закончена, и Россию ждут новые революционные потрясения. Какова же была эта программа, и каковы были действия эсеров от февраля к октябрю в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok